Доброе утро! 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 День пограничника – это данина поваги подвигу советских солдат. Оборона межа была и застаётся одной из самых отказных и гоноровых задач. Так, сёння лепших узнагороживали грамотами и ширыми словами подяки. С початку этого года на участке Гомельской пограничной группы затримано около 400 порушальников пограничного законодательства, больше 800 – эмиграционных. Миновата по причинах отказности и отданности обовязку многие сустрыкают свято на боевом посту. Межтым наурочистым мероприемстве и переемное поколение кадетов Гомельского училища, яких уже зараз рыхтуются до службы, отримали заслуженные зелёные береты. В этот знаменательный день я хотел бы поздравить пограничников, членов их семей, ветеранов, всех тех, кто причастен к службе на границе, пожелать здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Хотелось бы, чтобы в их семьях царило уют и покой. Но мы, пограничники, гарантируем нашему народу безопасность, гарантируем спокойную жизнь. На переде Днюхомельском районе подвели выники республиканского взлёта конкурсу юных инспекторов дорожного руху. Масштабный форум всё лето собрал 80 удельников из всех областей Беларуси, а так само гостей из Краснодара, которые представляли Россию. И какие уражения застанутся у юных инспекторов после завершения форума, и какая команда отримала заповедную перемогу. Расскажет наш корреспондент Дмитрий Котау. Взлёт юных инспекторов дорожного руху проходит уже в 44-й раз. Всё лето юнаки и девчаты выявляли мощнейшего на территории санатория «Золотые пяски» Гомельского района. Сами удельники кажут, что это было не с поборництва, а худшийся брусский форум, где они весело проводили час и заводили новые знакомства. И все разом удосканаливали свои веды в правилах дорожного руху. Статистика ДТЗ свечит, несчастные выпадки с уделом неполнолетних у всё шастей отбываются по вине водителям. Сушастные школьники в большинстве своей разумеют, как правильно поводить себе на дороге. А удельники взлёт юных инспекторов ориентуются в правилах «Не горж, чем дорослые автоматуры». Традиционно на организационном уровне очень высокий показали уровень хозяева и проведение конкурса. Всё задуманное, выполнена вся программа, в том числе и культурная для детей. Поэтому я уверен, что этот 44-й конкурс для всех участников запомниться в самых тёплых, ярких тонах. Умовы конкурса включают не только территичные испыты для юных инспекторов дорожного руху. Им необходимо продемонстрировать творческие и спортивные сдольности, а так само навыки ваджения велосипеда. А кроме этого проверили умение удельников взлёту оказывать первую медицинскую допомогу. Нам очень понравилось, было всё очень интересно. Вчера у нас был как праздник, у нас все закончились конкурсы, нам понравились очень развлечения, нам понравились фаер-шоу, что нам устроили. А сам конкурс был, мы нашли здесь новых друзей, новых знакомых, мы все подружились. Конечно, мы соперники, но мы друзья. Впечатления от слёта хорошие и конкурс, конечно, очень тяжёлый, но понравилось тем, что мы можем провести всей своей командой определённое время вместе и подружиться с кем-то новым и увидеться со старыми знакомыми. Умение працевать в команде, всё робить сладженно и во всем один одного подтримливать. Такие головные критерии поспеху для себя вызначили школьники из команды города Минска, які у вынеку и стали переможцами взлёту конкурсу юных инспекторов дорожного руху. Другое место у команды из Брецкой области, третье поделили школьники из Могилёвской и Гомельской областей. Дмитрий Котов, Дмитрий Радзянко, телерадиокомпания «Гомель». Всё лето исполняется 75 годов дня народжения народных артиста СССР и Беларуси Владимира Мулявина. С этой нагоды по городах краины пройдет масштабный гастрольный тур Национального академического драматичного театра имя Горкого со спектаклем «Песняр». Причем старт гастрольной эстафеты начнется минавито с Гомеля. Спектакль был поставленный в 2013-м. Некальки годов он с поспехом ишел в Минску. Гомельскому глядачу яго представить у першыню. Спектакль рассказывает про опошние хвилины життя у Владимира Мулявина. И он поставленный на основе пьесы молодого драматурга Василя Дранько Майсюка, и ки створал яе на протягу целого года. Выник працы гомельске глядачы убачать 1-го червеня. На сцену выйдя практически вся трупа театра, у складе якой и заслужены артисты Беларуси Ганна Маланкина, Андрей Душачкин и Сергей Чакерес. При этом можно будет не только убачать близкую гульню выбитных актеров, али подшуть песни Мулявина о живым в иконании. Я считаю, что мы принесем очень большую пользу. Во-первых, нам, то, что мы еще раз, актеры, режиссеры, постановочная группа, получат удовольствие от того, что мы сыграем этот спектакль. И люди, которые посмотрят, и поверьте, что равнодушных людей не останется. И даже актеры заметили, что во время того, когда идет спектакль, не раздается ни одного телефонного звонка, мобильного. Это говорит об очень многом. И это была пошняя информация нашего ранешнего выпуска. У студии працевала Наталья Игнатенко. Мы сочим с разведцем падеи у Гомелии в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин